Сообщение о сильном задымлении частного сектора по улице Дидро поступило на горячую линию 101 накануне около 16.20. На место сразу же выехали спасатели. Выяснилось, горят бытовые отходы, строительный мусор и сухая трава. Площадь, охваченная пожаром, составила 800 квадратных метров. Пожар удалось локализовать только около 7 вечера, а на полную ликвидацию ушло 5 часов, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупантин. Он отмечает, высота отходов составила 4 метра, и поэтому спасателям пришлось разгребать мусор вручную. Сложность была, что это уже несколькими, можно так даже сказать, большое время он там уже находился. И его наши ребята приходили его перекапывать, перебирать для того, чтобы проливать, потому что все основное тление уже было внутри всего этого мусора, который там находился. Горение подобных отходов, да еще и в таком количестве, является опасным для здоровья людей, добавляет Лупантин. В ходе пожара идет выделение больших объемов углекислого газа, и человек, надышавшись такой смесью, теряет сознание. Именно жильцы улицы устроили здесь несанкционированную свалку, заявляет местная жительница Виктория. По ее словам, мусор накапливается здесь уже более 15 лет. Карьер, очень много выбрасывают мусора, местные жители, все, кто здесь проживает, в частности, рядом находящиеся улицы, все сюда выносят мусор в больших количествах, диваны, тряпки, все свое лохмотье. Виктория добавляет, вывозом отходов из их района занимается предприятие Харьков Экоресурс. Однако, отмечает местная жительница, она ни разу не видела здесь никакой уборочной техники. В свою очередь, в отделе по вывозу бытовых отходов Харьков Экоресурс, новостям ОТН сообщили, что ни одной жалобы от жильцов не поступало. Сегодня на месте происшествия продолжают дежурить спасатели, чтобы не допустить повторного возгорания свалки. Александр Ранжиренко, Михаил Воронков, агентство телевидения новости.